В ЦОН на коленях пришлось подниматься Актюбинцу без обеих ног. После частичной ампутации нижних конечностей, мужчина передвигается на инвалидной коляске и в этот раз приехал в Центр обслуживания населения, чтобы подать нужные бумаги. Проблему неработающего лифта он решил обнародовать после неоднократных попыток преодолеть очень крутую лестницу. Лайла Уесова разбиралась в ситуации. Вячеславу 45 лет. Рассказывает, что инвалидность получил 8 лет назад после ампутации обеих ног ниже колен. В Центр обслуживания населения мужчине нужно было попасть, чтобы оформить документы в дом-интернат для инвалидов. Эта услуга не оформляется ни онлайн, ни на дому. Вот только специальный подъемник здесь давно не работает. Поэтому инвалиду пришлось практически заползать на крыльцо госучреждения. Без посторонней помощи ему никак не обойтись. И обратно так же. Лифт открытый, лифт не работает. И нам ответили работники ЦОНО, как хотите, так и поднимайтесь. 14.14, да, мы звонили. С 17-го раза мы туда дозвонились. Но нам ответили как? По вашему вопросу на дом никто не уезжает. Только после вмешательства в дело журналистов подъемник сразу включили. В госкорпорации пояснили, что лифт отключили из-за неисправности в электродвигателе. Эксплуатация была запрещена в соответствии с правилами безопасности, говорят в ЦОНО. В качестве альтернативы был установлен гусеничный лифт. Вместе с тем, отметим, что был заложен бюджет на ремонт неисправного лифта. 8 августа 2023 года поставщик произвел ремонт. На сегодняшний день лифт в отделе обслуживания населения в городе Ак-Тюбе работает исправно. Почему неисправность не устранили раньше? Ведь лифт вышел из строя еще в прошлом году. Ответить на этот вопрос в ЦОНО так и не смогли. Только после жалобы в СМИ поставщик все-таки произвел ремонт и заменил запчасти. Сейчас лифт работает в штатном режиме. Лейла Уэсова, Жумар Худайбергенов, телеканал ТДК-42, Ак-Тюбе.